Государственный бюджет, бюджетный дефицит и государственный долг. Финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями, организациями, учреждениями и населением, называются бюджетными. Специфика этих отношений как части финансовых в том, что они, во-первых, возникают в распределительном процессе, непременным участником которого является государство в лице соответствующих органов власти, и, во-вторых, связаны с формированием и использованием Централизованного фонда денежных средств, предназначенного для удовлетворения общегосударственных потребностей. Бюджетные отношения характеризуются большим многообразием, поскольку охватывают разные направления распределительного процесса между секторами экономики, сферами общественной деятельности, отраслями народного хозяйства, территориями страны и охватывают все уровни хозяйствования федеральной, республиканской, местной. Бюджетным отношениям присущ объективный характер. Он обусловлен тем, что в руках государства ежегодно должна концентрироваться доля национального дохода, необходимая для удовлетворения социально-культурных потребностей граждан, решения оборонных задач, покрытия общих издержек государственного управления и прочих расходов государства. В процессе функционирования бюджетные отношения получают соответствующие им материально-вещественные воплощения. Они материализуются, овеществляются в бюджетном фонде страны, имеющем сложную организационную структуру. Конкретная величина бюджетного фонда, отражающая степень централизации финансовых ресурсов в руках государства, зависит от ряда факторов – уровня развития экономики, методов хозяйствования на предприятиях, в организациях, учреждениях, решаемых обществом экономических и социальных задач. Совокупность бюджетных отношений по формированию и использованию бюджетного фонда страны составляет понятие государственного бюджета. По экономической сущности, государственный бюджет – это денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода, частично и национального богатства. Будучи экономической формой существования реальных отношений, выполняя специфическое общественное назначение по удовлетворению потребностей общества и его государственно-территориальных структур, бюджет может рассматриваться в качестве самостоятельной экономической категории. Эта категория, являясь частью финансов, характеризуется теми же чертами, которые присущи финансам в целом, но одновременно имеют особенности, отличающие ее от других сфер и звеньев финансовых отношений. К числу особенностей относятся следующие. Государственный бюджет является особой экономической формой отношений, связанной с обособлением части национального дохода в руках государства и ее использованием с целью удовлетворения потребностей всего общества и отдельных его государственно-территориальных формирований. С помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода, реже национального богатства, между отраслями народного хозяйства, территориями страны, сферами общественной деятельности. Пропорции бюджетного перераспределения стоимости в большей мере, чем у других звеньев финансов, определяются потребностями расширенного воспроизводства в целом и задачами, стоящими перед обществом на каждом историческом этапе его развития. Область бюджетного распределения занимает центральное место в составе государственных финансов, что обусловлено ключевым положением бюджета по сравнению с другими звеньями. Оценка состояния государственных финансов определяется соотношением доходов и расходов государственного бюджета. Превышение расходов по государственному бюджету над доходами называется бюджетным дефицитом. Он является следствием несбалансированности государственных финансов. Превышение доходной части государственного бюджета над его расходной частью называется бюджетным профицитом. Возрастание бюджетного дефицита до огромных масштабов, его хронический характер свидетельствует о расстройстве в ту или иную мере финансовой системы государства, что чревато отрицательными последствиями как для денежно-кредитного хозяйства, так и для экономики в целом. Однако бюджетный дефицит, сопряженный с решением острых социальных проблем, активизацией инвестиционной и хозяйственной деятельности, ослаблением циклического падения общественного производства, может оцениваться как положительное явление, ибо в противном случае общество может получить кумулятивный отрицательный эффект непредсказуемой силы. По природе своего происхождения необходимо различать циклический и структурный бюджетный дефицит. Циклический дефицит – результат наступления фазы спада производства, которое обусловливает сокращение поступления дохода в бюджет в связи с сужением сферы налогообложения и увеличением расходов на социальные нужды, например, пособия по безработице, поддержание общественно необходимых секторов экономики. Структурный дефицит – это превышение расходов над доходами, вызванное финансовой политикой государства, направленной на увеличение расходов и снижение налогов с целью предотвращения спада или оживления экономики и вывода ее из депрессивного состояния. В качестве критерия разграничения циклической и структурной составляющей в бюджетном дефиците выступает расчет бюджетного дефицита при естественном уровне безработицы равным 6%. Величина структурной составляющей дефицита, избытка государственного бюджета, определяется его размером при естественном уровне безработицы. Разность между реальным и структурным дефицитом вменяется циклическому дефициту. С повышением естественного уровня безработицы увеличивается циклическая составляющая дефицита бюджета. и наоборот. В зависимости от характера, проводимой государством в финансовой политике, бюджетный дефицит может быть активным или пассивным. Активный дефицит обусловлен финансовой политикой государства, направленной на увеличение его расходов и снижение налогов, являющийся способом повышения хозяйственной активности. Пассивный дефицит вызывается сокращением государственных доходов в результате падения хозяйственной активности. Бюджетный дефицит, в свою очередь, существенно воздействует на денежно-кредитное хозяйство, функционирование экономики в целом. При наличии бюджетного дефицита правительство вынуждено искать источники его покрытия. Среди них важнейшими являются сокращение расходов, денежная эмиссия, включающие кредитные деньги, государственные заимствования. Сокращение расходной части бюджета связано с урезанием или отказом от государственных социальных программ образования, культура, здравоохранения, социальное обеспечение, экономии и средств, расходуемых на содержание государственного аппарата, армии и т.д. Наиболее надежным источником покрытия дефицита государственного бюджета являются государственные займы, которые подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Задолженность правительственных органов владельцам государственных ценных бумаг накапливается и превращается в государственный долг. Его приходится выплачивать с процентами. Говорят, что сегодняшние государственные займы – это завтрашние налоги. Некоторые налогоплательщики являются владельцами государственных ценных бумаг. Они получают проценты по этим бумагам и одновременно платят налоги, которые частично идут на выплату государственных займов. Как правило, из текущих бюджетных доходов не удается полностью выплачивать проценты и в срок погашать государственные займы. Постоянно нуждаясь в средствах, правительства прибегают ко все новым займам. Покрывая старые долги, они делают еще больше и новые. Предметом особого внимания является внешний долг. Если платежи по нему составляют значительную часть поступлений от экспорта товаров и услуг страны, например, превышают 20-25%, то ситуация становится критической. Это отражается, в частности, на кредитном рейтинге страны. В результате становится трудно привлекать новые займы из-за рубежа. Их представляют неохотные и под более высокие проценты, требуя залогов или особых поручительств. Обычно правительства стран-должников принимают все возможные меры, чтобы не попасть в положение безнадежных должников, так как это ограничивает доступ к зарубежным финансовым ресурсам. Отметим несколько возможных путей. Традиционный путь – выплата долгов за счет золотовалютных резервов. Для закоренелых должников этот путь, как правило, исключен, так как у них эти резервы исчерпаны или очень ограничены. Реструктуризация – консолидация внешнего долга, которая возможна только с согласия кредиторов. Кредиторы создают специальные организации, где вырабатывают солидарную политику по отношению к странам, которые не в состоянии выполнять свои международные финансовые обязательства. Сокращение размеров внешнего долга путем конверсии, то есть превращение его в долгосрочные иностранные инвестиции, практикуемые в некоторых странах. Обращение страны-должника, попавшее в тяжелое положение к международным банкам, региональным, всемирному банку. Эти и другие мероприятия называют регулированием внешнего долга. В истории XX века встречались и другие примеры регулирования внешней задолженности. Так и после Первой и после Второй мировой войны Великобритания и Франция оплатили часть внешней задолженности своими иностранными активами. Некоторые развивающиеся страны, чтобы смягчить кредиторов, предоставляли им право пользования своей морской хозяйственной зоной, континентальным шельфом, право строительства военных баз, станции слежения за спутниками.